Всем привет! Всем здравствуйте! Олешка, улыбнись! Все говорят, какой серьёзный у вас взрослый старший сын! Какой серьёзный! Почему наш кот археолог? Кошка пает с утра. Сто лет уже не варила кашку. Сегодня у детей каша. Да? Вкусно? Да. Сахар мама переборщила? Нет? Нормально. Нормально? Да. Сахара много не бывает. Бывает. Точно. Бывает. Точно. Ой, мама ещё спит. Ну как, мам, вкусно? Вкусно. Кстати, ты просил варенье. Можно не варенье, а банан туда покрошить. А если вы покрошите туда холодный банан, то ещё и кашка остынет. Ну, дай мне холодный банан. В холодильнике. А можно леденющий? Ага. Сможешь нарезать, Олешка? Да, смогу. Ну, давай. Сначала на кружочки нарежь, а потом... Не, ну, к руками слишком крупно будет. Сначала на кружочки нарежь, а потом на пополам или там на четыре части. Посмотрите, как вам самим. Кружочки, как сыр. Да. Один банан возьмём большой и помой хорошенько его. Хорошо? А где эти бананы? В корыте. Аккуратно, аккуратно. Не помни эти груши. Так, ещё у них здесь сыр, хлеб и масло. Всё? Приятного детишки аппетита. Бананчики свеженькие. Покажи. Вот они. Большие. Да, давай, самый большой. В общем, крошите, кушайте и будет вам вкусно. Потом молочко уберёшь, ладно, Олег? Хорошо. Ну всё, приятного аппетита. Мама пошла спать. Спасибо. Пока-пока. Спокойного утра. Ой, мама. Спокойного утра. Здравствуйте. 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 Давно не снимали влоги. Как у вас дела? Да, да, да. Отлично. Отлично. Чем занимаетесь, бездельники? Учу английский и играю в игры. Ну, а кто-то одновременно и смотрел английский, и смотрел футбол. А чё ты такую рожицу делаешь? Как будто я у мамы дурачок. То есть, ты делал два дела одновременно. Как это? Как цезарь? Тима. Тимаша. Тима, кто такой красивый там? Тима. Мяу. Тима, да? Тима, да? Ты кушаешь, сядь. Миша, ты кушаешь, сядь. А я его не трогала. Я ему просто буду понюхать. Кушу с груши. Тима? А по-моему, можно? Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Ольга Станиславовна. Да, кстати, почему-то меня перекрестили на Вячеславовну. Вот. А кто-то из подписчиков прям писал, обращался к тебе, Алексей Николаевич, и ко мне Олег Станиславовна. Откуда они знают? Мы где-то в каком-то видео обращались-то друг с другом, поэтому я не знаю. А я говорил, у меня был сотрудник подчинённый, который мог начать с Алексеем Николаевичем, а закончить с Фёдором Михайловичем. Поэтому я даже уже, пусть я какое-то время перестал на это внимание обращать. У него вот начинается Алексей Николаевич, там Алексей Петрович, там Владимир Петрович, и всё, и пошло-пошло-пошло-поехало. Вообще там имя с фамилией... А новую фразу начинает, если остановился? Тише, Миша. И снова фразу начинает, и он опять в Алексеем Николаевич обращается, а потом опять сбивается на другие имена. Понятно. Ладно. Есть кому-нибудь что-нибудь сказать зрителям? Только лишь минуту только. С летом вас. Да. Только когда этот, уже середина лета будет, когда выйдет видео. У нас сегодня какое число, давай скажем, 6? Июня. Да. 6 июня мы поздравляем с летом. Угу. Какой же у меня брат всё-таки того. Я не того. Чё ты делаешь? Минаешь? Угу. Ладно. Ну, в общем, всех с летом. Тимош, скажи, всех с летом. Тима, скажи, всех с летом. Да? Ты тоже всех поздравляешь? Самый замёрзлый. Кстати, почему-то у нас Тима, хоть он и в шерсти, но любит под солнышком сидеть. Или когда есть давление, под батарейки. К маме пойдёшь? К маме? Пойдём. Пойдём. Ой, мам, тут ножки голенькие. Давай вот так. Вот, видали, как он маму любит? Как он маму любит? Маленький мой. Маленький мой. Хороший. Хороший. Тише. Тима, хороший. Да, Тимаш, хороший? Маленький. Мама, я так остужаю палец. Не надо, только что Тиме давала унюху, теперь в рот берёшь. Да, Тимоня. Тимоня, малышонок. Тимошонок, мороженка. Давай, устраивайся поудобнее. Ложись, урчи. Давай, мальчик. Ой, Тимошонок, урлыка. А что ты делаешь? Ой, переборщила. Переборщиваешь? Муку переборщила. 501 грамм. 501? Что себе, какая точность. 501 грамм. А что ты готовишь? Я готовлю тесто. А для чего? В чашке будет у меня самца, а в миксере будет у меня хлеб. Хлеб. А какая самца? У нас же три рецепта самцы. Ты чей будешь готовишь? Самцу, тетину. Тетину, самцу. Она вроде не такая уж сложная. Тесто обалденное. Насколько я люблю всегда в таких вещах, как самца, пигоди, там, манты, я люблю больше начинки, чем тесто. Но вот в тетиной самце обожаю тесто. Хоть просто выпекай и кушай его. Привет. Привет. С паром. С паром, Миша. Ты чего там 45 минут в Павелке? Что ты там делал? Ванну набирал? Нет. Нет, ничего не плавал, Миша. Я горячего. Я горячего. В тазик. В тазик. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Миша. Миша пошел спать. Так что сейчас я вытащу. У меня, кстати, есть пакет с замороженным фаршем для пигоди и для самцы. Чтобы вы не перепутаете их. Да, вот это опасно. А сейчас у нас в 11. Время осталось буквально 10 минут. Будет 11 часов вечера, а начнется, как он, режим. Ночной тариф, да. И можно будет поставить хлеб. А пока он поднимется. Кто здесь носится? Тимка? Прятался. Так. 800 грамм сюда и 500 сюда. Не переходить. Почти пакет потратила муки. 800 грамм. Мука ходом идет. На всякие вкусняшки нас мама уля балуют. Куда ты столько муки берешь? Ты что? Нам на три пандемии хватит. Кто мне так говорил? Я их еле перетаскал, эту всю муку. Потом спину не разогнуть было. Ты говорил, ты. Конечно. Ну, в общем, скоро будут здесь тесто для самцы. Там будет хлебушек. Все это будет вкусненько приготовлено, а потом вкусненько съедено. Да, мама Оля? Да. Приходите завтра на прямой эфир. Завтра на прямой эфир. Ну, хотя влог выходит с запозданием наше это приходите завтра как издевательство. А ты, кстати, не то самое не заморочилась, чтобы в день в день прям сняла и выложила? Пока не получается? День в день не получается, потому что мы же не всегда прям вот снимаем. Прям вот снимаем. Ты же халявишь больше, чем сидишь. А ты бы каким-то карапули бы снимала такие коротенькие видюшки. Так кто-то снимаю, а как? Снимала бы. Даже часовые что я сделала? Ну да, с места событий. Хорошо, когда на камеру не надо. Отрезал пакетик с дрожжами. Хух! Хотела матерно сказать. Фигак в этот. Сразу в этот. не надо в плошечку, на весы. Плошечку потом мыть не придется. Экономия сплошная. Да. Сахар тоже берешь прям вот с этой сахарницы. Через край сыпанул и все нормально. конечно, но вот так раз прям туда и все. И все чисто и все аккуратно. Ничего нигде не валяется. 15 площадь не раскиданы вокруг. Да? Угу. С одной стороны. Вот. А с другой стороны это наша работа. Чего мы жалуемся? Мы не жалуемся. правильно? Ага. Так. Ну, вроде все. Осталось растительное масло. Кстати, растительное масло тоже берешь бутылку и прям сюда ложкой отмеряешь и заливаешь. Класс? Класс. Вот. Прям бутылку беру. Не надо мензурочку. Раз ложечка. И еще буквально пять граммунчик. Все одной столовой ложкой мериться. Не надо по этим рисочкам. Так, вроде ничего не забыла. Надеюсь. Ну, вроде да. Соль, сахар, дрожжи, масло. Мой самый лучший помощник кухонный. Никто у меня так не эксплуатируется, как... ничто на кухне так не эксплуатируется, как планетарный миксер. Это прям вообще незаменимый помощник. А, этот, как его еще? Мясорубка еще, но мясорубкой меньше пользуешься, чем миксером, потому что хлеб печь приходится раз в два-три дня. А тут не только хлеб, тут еще и мороженое делаем. Время засекаешь? Больше всего. А мне надо сначала, чтобы мука с водой соединилась. Просто пока, так громко будет. Давай. Итак, друзья, не обращайте внимания на бардак. Я тут уже поставила тесто для хлеба, а сейчас в муку, здесь у меня было 500 грамм муки, я перетерла 300 грамм маргарина. Перетерла на крупной терке и теперь вот так разминаю весь этот маргарин. А я кстати про терку, но еще хотел спросить, вот здесь на терке с одной из сторон есть такие же полоски, вот они сейчас вот к тебе поворону, как на подморковку. Мне кажется, шире намного. Серьезно, ты не пробовал на них потерять? Не, но шире, видно же. Ну так, похожи, скобочки же, они вот, как на этом, на терку, для подморковки делают, вот такие скобочки тоже, здесь тоже скобочки. В общем, всю эту стружку я вот так равномерно с мукой перетираю теперь руками. Видите, она вся вот так вот получается разрушилась, она же была такая продолговатая стружечка, ты ближе муку сними, что-то не снимаешь. Вот, а сейчас она вот так стала, разрушилась, как бы, да, вот, дальше, смотрите, заранее я подготовила, здесь у меня полтора яйца, полтора яйца и 150 миллилитров воды. Добавила я сюда одну чайную ложку без горки соли и пол чайной ложки 70% уксуса. Теперь делаю углубление, заливаю эту жижу в центр и аккуратными движениями вот так начинаю замешивать тесто. Я не замешиваю тесто, как на пельмени, прям вот мне не нужно добиваться гладкого состояния теста, оно у меня должно быть рыхлым. То есть я его вот так вот соединяю, но при этом сильно не вымешиваю. Мне девочки писали потом, что получаются не пропекшие, что ли, что-то такое, что-то не получилось. В общем, это просто плохо соединили муку, вот эту крошку с маргарином и жидкую часть плохо соединили. Она должна полностью у вас быть соединена, единая, но при этом мы прям вот так кулаком не вымешиваем. Гладкую структуру добиваться не нужно. Так, мне кажется, муки не хватило. Больно как-то. Сейчас посмотрим. Да, сейчас доподмешаю, посмотрю, если что, подпылю немножечко. В общем, вот так вот собираю, соединяю, как бы, но при этом не вымешиваю, как на пельмени. я помню, знаете, в детстве на пельмени делали, когда много-много пельменей на Новый год, гости приходили, нас было там 12 человек, компания собиралась, такая большая, довольно-таки, и мама ставила огромное количество, я сейчас точно не знаю, на сколько килограмм муки, она ставила огромное количество теста, и вручную было его невозможно месить, его прям много было. Поэтому детям, нам, детям, одевали новые чистенькие пакеты по две штучки на ноги, и мы топтали их. Вот. Так вот, вот это тесто вот в подобной топке не нуждается. В топтании, наверное. В подобном топтании не нуждается, да. Немножко оно, видишь, мягкое, чересчур. Я сейчас подпылю мукой, и все вот эти вот, видишь, которые размазюкиваются, соберу аккуратно все в шар. Вот так. Все, и вот то, что на руках у меня сейчас прилипло, все это сейчас подпыленной мукой соберется аккуратненько в шар. Как мне тетя говорит, когда мы с ней снимали, это есть рецепт этого теста, это и самсы у нас на канале. И тетя мне говорит, выключи камеру, да, из руки вот это вот тесто все вот так вот сделаем. Это же не культурно. А на нашем влоговом канале что естественно, то и не безобразно, правильно? Угу. Все мы так делаем, правильно? Все мы так руками собираем. А чем же еще? Правильно? Ногами в пакетиках. Ногами в пакетиках. Вот когда будут у нас с тобой внуки и будет у нас компания из 15 человек собираться, когда будут внуки топтать. Я ж помню, как эта бабушка Катя делала в моем детстве. Угу. Мама Катя. Помню, помню все. Так вот. Ну-ка, что у тебя получается, как ты планировал-то? Да? Все, уже колобок готов. Почти. По сусекам поскребла, по амбару помила. Получается мягкое-мягкое тесто. С ним сейчас практически невозможно работать. Некомфортно, скажем так. Оно должно... Я делаю вот с вечера. Сейчас у нас 11 часов ночи, уже почти полдвенадцатого, да? Я делаю с вечера, соответственно. Вот. То есть в комочек я собрала и муки нигде не соединившиеся муки с тестом нигде нету, как видишь, да? Видишь? Угу. Я все расковырять посередине. Оно там мягкое, я даже не хочу это делать. Ну, не надо туда. Ну, вот оно соединилось. Нету. Все, видишь? Аккуратненько. Тебе морковка там одинокая на столе лежит. Ничего, одинокая морковь. Ветка моркови. Короче, испекла баба колобок. Колобок, колобок. Мы тебя завтра съедим. Завтра съедим. Это такое объедение. Ох, завтра вкуснятина будет у нас. На прямом эфире будем кушать, вас дразнить. Чуть-чуть я бы еще привела бы. Так, чтобы к рукам не приставал. Ну, ладно, немножко показали, не будем все тайны раскрывать. Хотя тайна сейчас какая? Положишь в холодильник и до утра. Какие тайны? Уже тайны все раскрыты на кулинарном канале. Я считаю, что все, что я умею, я всем поделюсь с людьми. Мне вообще не жалко. Тем более, YouTube мне за эту копеечку платит. Так что, пользуйтесь, друзья. Все вам расскажу, все покажу. Только сейф, код от сейфа не скажу. Ну и номер карточки тоже не скажу, не просите. Остальное все расскажу и покажу. Вот. Красота, ляпота. Ляпота, красота. Пищевой пакетик и в холодильник до утра. Завтра, воскресенье у нас будет на прямом эфире. Вкусная самсушечка. А она прям реально будет вкусная. Посмотрите. Оп. Видали, какое тесто? То есть, оно мягкое-мягкое. Прямо в рот кладешь, а ну уж не понял. Не то самсу ел, не то. Хоть мясо там есть, что пожевать, А тесто прям нежное, нежное. Я прям обожаю это тесто. Единственное, что часто не готовлю, потому что не очень, скажем так, уважаю маргарин. Больше люблю сливочное масло, но тетя настоятельно рекомендует маргарин. Рецепт тетин не возражаю. Ну да, еще непонятно, что там с маргарином получается, будет ли получаться с этим, с маслом. Пакетики, сейчас я оторву себе пакетик. Пошел колобок прятаться в холодильник до завтра. Тетя, она тоже больше такая за здоровое питание, но вот именно в этой самсе, она говорит, маргарин не иначе. Не могу объяснить, почему. Хотя девочки писали, что делали из сливочного масла, шикарно получается, попробуйте. Ну, я пока делаю из маргарина, а там видно будет. Прячем до завтра. До завтра, да. Сливки мешают.